Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы сели в пустой, вагоны были пустые. А когда мы уже приехали в Ленинград, где-то часов в десять рано этот поезд подали. Этот поезд был уже весь занят людьми. Потому что очень медленно шел поезд и люди почти на ходу садились. Ленинград спокойнее, чем москвичи, например, воспринял начало войны. Почему? Потому что мы уже прошли войну. Была финская зимняя война. Почему мы начали финскую войну? Ведь мы начали. Впервые это сказал Сталин на закрытом заседании высшего ВНО руководства страны, посвященном итогам финской кампании. И Сталин в трех местах сказал, мы начали. Мы вынуждены были начать, потому что решалась судьба Ленинграда. А судьба Ленинграда – это судьба всей страны. В Ленинграде была сосредоточена практически вся военная промышленность страны. Здесь работали высококвалифицированные рабочие. На новейшем иностранном оборудовании. Оборудование наших заводов было лучшим по сравнению со всей страной. Квалификация рабочего класса была самой высокой в стране. Кстати сказать, здесь располагалась Академия наук. Я могу пояснить все ряд других моментов. Поэтому Сталин сказал, безопасность Ленинграда – это безопасность страны. Вот просчеты нашего высшего руководства страны заключались в том, что все надежды относительно нашего города, они касались его защиты с севера, со стороны Финляндии. И мы построили на границе с Финляндией прекрасный укрепленный район, который сегодня существует. Этот укрепленный район был отличным. И финны, и немцы, кстати сказать, воевали там и немцы, а не только финны. Не смогли его взять. А вот с юга-запада мы не были защищены совершенно. Старая граница была ликвидирована, оружие с нее снято. А новая оборонительная линия на новой границе еще не была, а построена. А туда же близко перевели склады, между прочим, аэродромы. Все привели туда. Все это было беззащитно в принципе. Давайте так прямо скажем. Так вот руководители Ленинградской обороны, они очень быстро сообразили, что к чему. И мы вот быстро построили Лужский оборонительный рубеж. Первая партия, там по партиям. Вот нас отправили на три недели. Мы там три недели побыли, копали окопы. А потом сменились, нас сменили, а потом мы отдохнули обратно. Каждый день у нас с утра пораньше гудели, и так противно звенели эти самолеты гитлеровские. И сбрасывалось горы листовок, в которых было написано «Милые дамочки, не ройте ваши ямочки, приедут наши таночки, зароют ваши ямочки». Немцы сбрасывали на город не только бомбы, но и листовки. В этих листовках они вот писали «Сдавайтесь, ленинградцы, вам все равно каюк». А мы сказали «Умрем, но город наш даровой не сдадим, не будет он покорен, не будет». Они сбрасывали и осенью, особенно когда вот разбомбили бадаевские склады с продовольствием. Вот тогда они бросали нам листовки, там написано «Доедайте бобы и заказывайте гробы ленинградцы». Я уже говорила, как мы один раз уже к концу нашего пребывания на окопах проснулись, а около нас солдаты спят. Они перешли речку и говорят «Девчата, вставайте и давайте отсюда драпайте». Вчера наши погибли все окопники, те, которые копали перед вами окопы. Их заперли в сарай и подожгли. Они все сгорели. А мы же, мы говорим, мы не смеем уйти без приказа. Мы ждем приказа, когда скажут вперед. Тогда пойдем. Немцы, очень интересно, изучали, как построен русский рубеж. Больше того, по личному указанию Гитлера сюда приехал главный специалист по оборонительным сооружениям немецким и изучал. И есть известная его докладная записка, анализ оборонительных сооружений русского рубежа. И вот он там предупреждает, что впереди мы можем столкнуться с такими же явлениями. Вот нет, по нашим данным, никаких оборонительных сооружений, а русские успеют их построить, пока мы идем. Вот это новый метод строительства дотов, он, так сказать, оказался очень интересным для них. Стояли насмерть. Это еще одна очень характерная особенность, которая следует. Значит, это связано с социальным составом населения нашего. Ленинград – очень острый город, вообще-то говоря, очень неровный. Были, конечно, люди, которые могли менять и с удовольствием расплачивались излишками хлеба за дорогие вещи, которые люди несли на барахолку, чтобы обменять на жалкий кусочек хлеба или на какую-нибудь луковицу, на что-нибудь, скажем, шубу, хрустальную вазу. Это, да, находились личности, которые, да, да, вот, меняли. Конечно, были кое-какие припасы и даже предметы роскоши. Как мы теперь знаем, увы, я не хочу тут себя муссировать, потому что я своими глазами не видала, но люди видали, что иные питались ничуть не хуже, чем лучшие мирные дни. Но это были недосягаемые вершины, и я ничего не хочу говорить более на эту тему. Ну, когда нам уже дали огород, огородные, нам выделили семена, и семена в ботаническом институте никто не съел, там так и помирали ученые на семенах, любые сохранить фонд, 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 говорили они. Этот фонд роздали ленинградцам, и все, что можно было засадить в Ленинграде, ну, не заасфальтированно, не загранитленного, вот. А потом там же развели грядки, огороды, засеяли. Вот, мы растили капусту, всякие другие, в общем, обащицы, морковь, лук, вот такие вот вещи. Это, конечно, очень помогло, спасло. Вот в 42-м году, там, где был тарный склад у отца, дали нам место, место три на три. Да, и выделили какие-то семена. Мама посеяла там все, и посеяла, но однажды, она говорит, хорошо, говорит, я только что ушла с этого места, в нашу грядку попал снаряд. Ничего не осталось. И самое интересное, то, что мы во время, когда тревог не было, мы в саду, сад отдыхать, он так назывался, а там в стороне два холма были, и мы очень любили играть на этих холмах. Сидели, и кто знал, что это там закопаны были конник Клотта. Их откопали только тогда, когда уже война фактически закончилась. Мы этого не знали, потому что очень много вообще всяких таких шедевров, которые не успели вывезти из Ленинграда, ведь блокада же очень быстро началась, были спрятаны в Исаакиевском соборе на одном из заседаний. Один старый артиллерист сказал, что чтобы то, что не успели вывезти, прячься в подвал из Исаакиевского собора. Почему? Да потому что его не может... Это самое высокое здание города Ленинграда, и немцы, это как ориентир, они его обстреливать не будут. Если не сдадут город, а мы не хотим сдавать город, поэтому все сохранится в этих подвалах. Так и сделали. Спасибо Исаакиевскому собору. Я уже говорил о том, что мне приходилось в этой границе. Я вывозил, будучи директором музея обороны, я вывозил выставку произведений ленинградских художников периода блокады. А здесь же были две выставки художников блокадного периода. Во время блокады. Так вот, выставку произведений ленинградских художников-блокадников я вывозил во Францию и в Великобританию. Во Франции ночью стояла очередь. Ангречане более спокойно относились к этому. Но и там был определенный ажиотаж. вот вся пресса французская и английская посвятила материалу этой выставке. Что заметили? Там, во Франции, выставка была не только наша. Там, во Франции, была и выставка художников Европы, городов Европы. Что отмечала пресса? Она говорила, отмечала, что, первое, западные художники, в отличие от русских, рисуют развалины, а русские людей. Но они отмечали еще одну характеристику, анализируя эту выставку. Они разделили все произведения, которые мы показали, на произведения оптимистов и пессимистов. Но я так могу добавить другое. Я точно знаю. Оптимисты это те художники, которые прожили в этом городе и проработали всю блокаду. А пессимисты это те, которые уехали после первых земель. подвигов было полно, конечно, самотречения страшного. Вообще, это, конечно, героический персонал зоопарка, не съесть лань, это поразительно. Ну, там специально народ специфический должен работать, знаете. Вообще, там такие редкие, прекрасные виды сохранялись. Бегемот этого держали. Теплая вода должна была быть. Бегали на него, таскали. Там, недалеко зоопарка, канавка есть такая. Они оттуда воду эту носили, нагревали, носили, нагревали, а в бассейне и речи быть не могло. Ну, хоть обливать явно водяное такое, требующее полива постоянное животное. Это же, конечно, было. Заготавливать траву все это лето, одуванчиков. Ну, там пустоши громадные были, конечно, уже. Город непосещаемый. А я что? У меня была лепешка. Это было из чего-то сделанное. Да. Выдали яичный порошок. Мама испекла большую лепешку и сказала, вот ты ее на большой перемене съешь. Я подумала, а обеды на что? Я дотерплю до обеда, съем его, лепешку сохраню. Побежала в зоопарк, зная, что, конечно, мне нужно будет кому-то скормить. Ну, как в зоопарк, это как в детский сад без конфет идти, понимаете? Это нехорошо. И рысь и дури эту сучить никак не могла пол лепешки, потому что тянет лапой на палке, но я же, кто-то когтем заденет, подтянет. А думаю, горжетка была старинная, старинная, еще, наверное, бабушкина, я не знаю, там глаза ей пришли. Такая приятная горжеточка, но она скорее игрушка, чем носить ее. Но я думаю, рысь ему-то нужнее, носить клетки, она хоть бы попрыгала, погрелась. Ну, как сказать, я ей, а какой ужас, когда она на моих глазах ее проглотила. Представляю, думаю, своими руками погубила рысь. Какой кошмар, прихожу на завтрашний день, трясясь. Не, ничего ли, пуговицы хорошо прошли, видно. Мой папа был начальником отделения в госпитале. Он был очень хорошим хирургом, его очень ценили. И так, как он стоял день и ночь до умопобращения у операционного стола, ему выхлопотали паек дополнительное к питанию, по-моему, две ложки столовых сгущенного молока. А он думал, как бы это нам отложить? И он отложил один раз. Отложил, но я пришла к нему к нему. А он говорит, возьми, я вам отложил, подкрепитесь хоть немножко, хоть немножко. Он мне дал эту баночку из-под горчицы. И вот вы представляете эту баночку из-под горчицы? Вот она была наполнена наполовину, наверное. говорит, вот возьмите чуть-чуть, это подкрепит ваши, может быть, силы, восстановите как-то. Я взяла и пошла домой. А по дороге было скользко, а мы еле живые же идем. Я упала и прямо на эту баночку. эта баночка разбилась. Я сижу на этом льду и плачу. Пришла домой и говорю, мама, я разбила банку. Она говорит, ну, что же делать? Ничего не делает. я встану около иконки, помолюсь, может быть, Бог нас спасет. После этого ему давали, когда я папе сказала, что я разбила эту баночку, и медсестра это услышала, но я не знаю, кому она там передала, уже его стали сторожить, чтобы он никому не откладывал, чтобы он сам съел этот паек. и одна медсестра и одна молодая врачиха садилась рядом и его кормили, потому что хирурги были на вес золота, они только так работали. Мама моя работала хирургом, в Большом медицинском госпитале Петроградского района вместе с моей теткой, тоже хирургом. И я, в общем-то, поскольку они стали мигом военнообязанными, и наша хирургическая больница превратилась в военный госпиталь, конечно, уже осталась при них. Я знаю по маме и по тетке, что раненые прибывали в огромном количестве, их привозили, и просто места не было, коридоры были заполнены койками сплошь, тетка из операционной не выходила, а в подвал спуститься было уже нельзя, подвал был оборудован только для лежачих раненых уже, и туда, если он и работал в бомбоубежище в какой-то степени, то только для них, конечно. мама пропадала в клинике, тетка пропадала в клинике, наша клиника была помечена у немцев как номер 89-й, желательного уничтожения, как военный госпиталь. Разведчики немецкие были заброшены к нам, которые выявляли, где у нас какие стратегические объекты, и они их засекали и давали координаты. Были предатели, но с ними расправлялись. Вот это строго было. Если ловили вот этого ракетчика, то тут же ему расстрел без всяких судов и следствий. Да, немецкий летчик в сбитом самолете нашими зенитками. Он как раз свалился самолет на нашей грамотерке, которых было довольно много. Они оберегали исторический памятник казармы, но не только как памятник, но в казармах явно была, видимо, какая-то или часть, или какой-то офис важный, который тщательно оберегался заслоном. Четко было в ужасе, конечно. Вы знаете, даже его имени не знала. Мне очень хотелось узнать, но я знала, что даже раскрыть рот, тетку спросить, это будет бурое возмущение. И я до сих пор не знаю, как он спасся, но у него было повреждено бедро. То ли он выкинулся из парашюта, то ли как-нибудь так ищу что-нибудь, этого я даже тоже не знаю. Но просто тетка с мамой все время говорит, что я с ним буду делать, ах, они такие, их еще оперировать. ну, в общем, она весьма патриотически энергичное возмущение выказывала. И, главное, куда я его помещу, все забито ранеными нашими. И как они это дело воспримут? Деть абсолютно некуда. Куда-то, в общем, сунули его. Конечно, она его прооперировала. И он должен быть благодарен, потому что она оперировала блестяще вообще всегда. Все. у него очень легкая была прекрасная рука. И, если он живой, так, может, вспомнит. Вот. Миржевотник. Так я больше о нем ничего поведать вам не могу. Не знаю, как его выписали, как что. Но я помню, как тетка металась по коридору и жаловалась, что теперь с ним делать. Ведь его не только оперировать надо. Вот где-то надо еще выхаживать. Это же рана серьезная была у него. Он должен лежать, надо его поить, кормить, перевязывать и все такое. Но, видимо, она совсем справилась. Он сначала ну, так, вел себя довольно победительно, но что его испугало, когда он узнал, что его положат в госпиталь, вроде бы, я сейчас забыла, то он попросился в гражданский, потому что, видимо, он боялся вполне реально, как мы все опасались, он опасался, ну, каких-нибудь акций со стороны раненых и что-нибудь такого вот. А так, это было начало войны, и они еще не почувствовали, что их дело немцев проиграно. Они еще, конечно, были уверены, что возьмут Ленинград. Опять-таки, этот вот снаряд, который разгромил квартиру, он попал в квартиру на втором этаже. Там осталось по бокам еще мебель стоит, а кирпичи, которые со стены упали, они были все внизу. И в конце концов привели пленных немцев, которые это убирали. А мы только третий класс, да, с третьего класса мы начали учить немецкий язык. Что мы знаем Хендехох, мы кричали Хендехох. И в то же время было очень интересно, что они не страшные и какие-то жалкие. Вот такое мое впечатление, именно жалкий вид, каких-то голодных, как мы были. Они молча все это подбирали, они работали, убирали. Их там сторожил боец с винтовкой. Значит, мир не ограничивается сегодняшним днем. Есть прошлое, настоящее и будущее. Что такое отечество? Обратите внимание, отечество. Так в общем, без знания своей собственной истории будущего нет. никакого будущего нет. И не может быть. Поэтому очень важно знать историю. А следовательно, очень важно знать историю своей семьи в частности. Ошибка была допущена в свое время у нас, я имею в виду в советское время, когда мы говорили о династии рабочих, например, разобрали и на этом поставили точку. Но человек-то ведь он воспитывается семьей. Поэтому надо знать, как жили и ради чего жили ваши предки. они ведь семьи, между прочим, жили. Это ради будущего. Сражались ради будущего. Не прошлого, а будущего. И поэтому деды передавали отцам, отцы передавали нам, а мы будем передавать нашим детям. Только так может жить государство, только так оно может иметь будущее. Это очень важно. Без будущего нет ничего. Тогда зачем живем-то? Наверное, все-таки живем ради своих детей, своих внуков, то есть ради будущего. Это очень важный момент. Как только мы об этом будущем забудем, наше государство прекратит свое существование. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ